Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу». Меня зовут Сергей Чернышев. Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию положения в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина. Это уже третья резолюция Организации Объединенных Наций по Крыму. На своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко написал, «Сегодняшняя резолюция – это мощный сигнал агрессору как оккупационной власти, что за нами верховенство международного права, правда и справедливость. Крым – это Украина». Об изменениях проголосованных Генассамблеи и о поддержке международного сообщества поговорим с юристом британского юридического партнерства Global Rights Compliance Екатериной Бусал. Екатерина, здравствуйте! Добрый день! Итак, можно сказать, что маленькая, а может быть и большая победа у нас есть. Что дальше после голосования по Крыму? Ну, смотрите, резолюции Генеральной Ассамблеи, они имеют рекомендательный характер, но они имеют все-таки очень важную силу, потому что они показывают определенный консенсус или определенную позицию международного сообщества по тому или иному вопросу. Я не сомневаюсь, что дипломатически было очень сложно получить то количество голосов, которые мы получили. После третьего комитета? Это 70 голосов «за». И нужно, конечно, смотреть, какие страны голосовали. То есть это высокоразвитые страны, это страны ЕС, которые полностью поддерживают Украину. В компании России, то есть стран, которые голосовали против, таких было, по-моему, 26. Это страны, партнеры... Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан. Да, 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 Сирия, партнеры с Центральной и Южной Америки. То есть не такая хорошая компания, скажем так, да, и для нормального, во-первых, зрителя, гражданина это должен быть хороший индикационный сигнал, да, то, что международное сообщество, уважаемые страны поддерживают резолюцию по Крыму. Они очень четко говорят о правонарушениях, которые происходят в Крыму. Они четко говорят, что Россия не имеет права призывать украинское, крымско-татарское местное население, полуострова в службу в своих войсках. То же самое говорится о невозможности переселения населения. То же самое говорится о допуске мониторинговых миссий по правам человека. На полуостров, да, потому что мы знаем, что мониторинг прав людей, соблюдение прав человека в Крыму осуществляется, в принципе, не с территории Крыма, да, то есть это коммуникация с физическими лицами и остатками правозащитных организаций, которые там есть, отдаленная. Очень хорошо подытожил Скандар Бариев, член Межлиса Крымско-татарского народа, проанализировав голосование. За 70, против 26, воздержались 76. По сравнению с голосованием на третьем комитете ООН мы потеряли один голос. За. Им оказалась Удовская Аравия, которая на этот раз воздержалась. А к странам членам ООН, которые проголосовали против, присоединился Таджикистан. Против проголосовали три тюркских государства. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Что ж, можно поздравить, в целом результат хороший. Это хороший инструмент для дальнейшего давления на страну-агрессор. Это серьезный посыл россиянам, что ими управляют преступники. Это публичное напоминание России, что нужно исполнять промежуточное решение, приказ, в скобках, Международного суда ООН. Это публичное признание, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт. Ну, я бы так, я понимаю, очень хорошие слова Скандара Бариева. Я бы не сказал, что это прям подтверждение того, что это вооруженный конфликт. Скорее, это международный трибунал должен постановить, да, принять такое решение в ГАГе. Не совсем. То есть факт вооруженного конфликта определяется ситуацией на месте. Уже, например, сам факт того, что есть оккупация территорий по международному праву, по общей статье 2 Женевских конвенций 49-го года, это четыре основные инструмента, которые регулируют ведение вооруженных действий. И сам факт оккупации автоматически говорит о том, что существует международный вооруженный конфликт. Это первое, это говорит международное право. А смотрите тогда, да, мне интересно, если Россия страна-оккупант, и можно ли после этого голосования, хоть это и рекомендательный характер, но тем не менее, можно ли называть сейчас в мире Россию как страну-оккупанта, и тогда, если Россия оккупант, то она должна, соответственно, например, коренному населению Крыма, к крымско-татарскому народу, применять законодательство Украины. Ну, как минимум, не призывать в армию, не переселять и так далее. Конечно, я просто кратко дополню по поводу, вы сказали, международный трибунал. У нас уже есть мнение прокурора Международного уголовного суда в ее отчете по предварительному изучению ситуации в Украине. Не первый вывод. И в 2016 и вот в 2017 году, две недели назад, она сказала, что Крым, ситуация в Крыму, это ситуация международного вооруженного конфликта. То есть, ну, на самом деле, для юристов это очевидность. То нам, понимаете, нужно разграничивать просто вопросы права и политики. Россию оккупантов на международном уровне можно было называть уже с марта 2014 года. То, что это не всегда делается явно и так часто, как нам бы хотелось, это реалии международной политики, это реальный политик, которого не избежать. Но с юридической точки зрения, это ситуация оккупации, это автоматическая ситуация международного вооруженного конфликта. Точка. Смотрите, если Россия дальше не прислушивается, а я очень сомневаюсь в том, что Россия будет дальше прислушиваться к выводам каким-либо, любых организаций, после любых голосований, хотя это явное международное поражение России, явное, но тем не менее вряд ли будут прислушиваться дальше. Что дальше последует за этим? Смотрите, для Украины подобные резолюции – это такие крупицы доказательной базы, я бы так сказала, как доказательной базы для международных судов, где мы ведем свои процессы, в частности, это Международный суд ООН и Международный уголовный суд. И, конечно же, это дополнительные аргументы для продления санкций, когда Украина будет еще и еще раз аргументировать, что ситуация с правами человека в Крыму не улучшилась. И также я абсолютно согласна с мнением, которое вы зачитывали, о том, что это дополнительное напоминание того, что нужно исполнять предварительное промежуточное решение, приказ Международного суда ООН о том, что должна быть возобновлена полностью работа межлиса крымско-татарского народа, должно быть гарантировано право на образование на родном языке для украинцев и крымских татар. И то, что это не делается, и то, что мировое сообщество цивилизованных стран на уровне Генеральной Ассамблеи по прошествию практически года после решения Международного суда ООН еще раз напомнило, что эти нарушения существуют, это очень сильный доказательный фактор дальше в судебных процессах для Украины. То есть главная угроза – это продление санкций, насколько я понимаю? Это не угроза, это хороший аргумент для продления санкций. Я имею в виду для России, то есть что ей опасаться? Я просто спрашивал, я, например, сомневаюсь в том, что Россия будет исполнять решения, какие бы то ни было. Вот чего она может опасаться? Ну, смотрите, стоит вопрос по поводу возвращения России в Паре, да, Совета Европы. Да, хотя Дмитрий Кулеба пишет, что в 2018 году будет окончательное решение. Да, да, и вот в начале зимы, да. То есть я думаю, что факт принятия такой резолюции Генеральной Ассамблеи, он будет влиять на вопрос, в том числе возвращения или не возвращения России. Так, по-моему, российские представители говорили, что они не собираются возвращаться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Но вопрос же в том, что очень много лоббируется... Вездесущий, по-моему, Пушков, да, если я не ошибаюсь, писал о том, что все, Россия не возвращается в Паре, в Пасе, точнее, Совет Европы. Да, да, простите, это украинский... Рада Европы, Совет Европы, да. Да, но вопрос же в том, что в Европе, мы знаем, все равно есть много желающих вернуть Россию и снять санкции. Деньги? Да, поэтому факт принятия такой резолюции Генеральной Ассамблеи, он важен. И, как я еще раз говорю, это важная доказательная составляющая для процессов Украины в международных судах, в том числе. И это важный сигнал, как мне кажется, для российского общества, потому что я все-таки верю в здравый смысл, в том, что там тоже должны происходить изменения. Я думаю, больше людей будут задумываться о том, что если такое глобальное сообщество сказало, что нет, нарушения такие существуют, то, возможно, большее количество населения российского будет думать о том, что наша политика не совсем правильная на полуострове. Смотрите, из последних аргументов по поводу возвращения России в Пасе, которые озвучали, я читал про членские взносы. Ну вот, для меня, мне интересно, так все-таки для европейцев главное деньги или все-таки принципы демократии и то, что делает Россия, например, с Крымом или на востоке Украины? То есть, главнее что, членские взносы или все-таки наши ценности? Ну, конечно, здесь лучше бы отвечали на этот вопрос европейские дипломаты, но нам нужно быть реалистами. Смотрите, я вам могу привести пример ЮНЕСКО по поводу того, что США сказали, что они выходят из этой организации и не будут ее более финансировать. То есть, это, к сожалению... Они из климатического, парижского договора. Да, но их конфликт с ЮНЕСКО связан с определенным признанием и допуском Палестины в деятельность ЮНЕСКО. Вот, то есть, к сожалению, эти финансовые вопросы, вопросы реальной политики, они имеют значение. Насколько они весомы в ПАСЭ, конкретно, и в Совете Европы, я думаю, что это должен комментировать специалист по этому сектору. Дмитрий Кулеба. Дмитрий Кулеба, да, но я не исключаю реальные такие аргументы про то, что членские взносы и членство России, оно весомо. По поводу аргумента я слышала такой политический, что вот, мол, будет Россия в Совете Европы, мы сможем как-то защищать российское население от нарушений прав человека, которые происходят в России, ну, как бы через Европейский суд по правам человека и так далее. Мне кажется, этот аргумент политический, потому что Конституционный суд России четко сказал полтора года назад, что он может решать, насколько решение Европейского суда для них обязательно или нет. Нам загон не писан, да, международный. Вот, вот, поэтому аргумент тот, что Россия нужна в ПАСЭ для того, чтобы защитить граждан России, мне кажется, он не настолько силен. Но мне кажется, что эти аргументы используются больше во финансовых интересах людей, которые ведут бизнес, и которые уже заинтересованы в ослаблении санкций против России. Смотрите, тут все взаимосвязано, да, я не зря вспомнил договор климатический, например, парижский, да, климатический, из которого тоже вышла Америка, например, в стратегии, национальной стратегии, которую представил вот буквально. На днях администрация президента Трампа, там сказано, что вначале экономика и наши интересы, а потом уже все остальное и глобальные климатические изменения нас интересуют после. То есть это та самая реал политик, про которую вы говорите, да? Да, но, конечно, мы видим разную реакцию насилия. Все будут преследовать, в первую очередь, свои интересы, поэтому мы должны радоваться хотя бы вот таким решением. Да, но я бы не совсем, конечно, ставила в одну лигу Россию и США, потому что мы видим разную реакцию гражданского сообщества американского на политику Трампа и российского на политику действующего режима в России. И в Штатах это, в принципе, существует традиция вот этой... В Штатах бизнес доволен, там, например, налоговая реформа вот-вот будет подписана всеми, проголосована, ну, в Сенате, Конгресс уже, точнее, Палата представителей проголосовала, Сенат, да, и администрация остается только. Я просто хочу коротко просуммировать, что аргумент первоочередности национальных интересов в Штатах, он все-таки иногда более эффективен, да, когда они не подписывают многие, очевидные бы для нас, казалось, международные договора по правам человека, например, там, они вышли из римского статута международного уголовного суда, они, по-моему, не являются стороной Конвенции о защите прав ребенка, ну, то есть, как бы, довольно очевидный международный договор, да, но их аргумент в том, что мы это хорошо делаем на национальном уровне, у нас хорошая судебная система, мы и так это защищаем, в то время как для России подобный аргумент привести не может. Тогда, если вернемся к Украине, то опять же все взаимосвязано с санкцией, например, продление санкций, да, Европы, ну, глобальной Европы, например, влияют на голосование по закону о деоккупации на Донбассе, да, и, например, ну, вот представители блока Петра Порошенко, представители коалиции в парламенте говорят, что да, мы ждем голосование по санкции, точнее, продление санкции, да, а затем во многом это будет зависеть, проголосуем ли мы и когда именно проголосуем по, например, закону по деоккупации, который сейчас очень нужен. И, в принципе, все рассчитывают, что вот-вот-вот на этой неделе, на этой неделе. Ну, да, это политические вопросы. Я бы сказала, что для меня более важный вывод по голосованию вот этой резолюции Генассамблеи, это юридические конкретные вещи, которые мы должны сделать. Вот мы говорили с вашей коллегой о том, что это документирование преступлений, это всяческое показание того, что те дела, которые Украина может расследовать и которые она может в судебном порядке рассмотреть на своей территории, что она это делает тоже успешно, что она максимально потом четко подает результаты этих дел и другие доказательства международной судебной институции и так далее. Потому что вот это признание нарушений прав человека в Крыму, оно должно подкрепляться конкретными действиями тоже со стороны Украины. Ну, возобновление деятельности хотя бы Миджлиса. Я уже не поднимаю сейчас тему Хизбут-Тахрира, потому что это будет, это отдельная тема. Да, ну, мне кажется, то есть если украинская власть не может повлиять на возобновление работы Миджлиса, ну, фактически, потому что она не присутствует на полуострове, да, но... Допуск международных? Да, и в резолюции это было отмечено, то, что Украина максимально упрощает там проезд правозащитников и так далее к полуострову, но то, что уже потом российская сторона не пускает правозащитный мониторинг на территорию полуострова, это другой вопрос. Спасибо вам большое за разъяснение, за интересную беседу. Я напомню, что гостей программы «Лицом к лицу» была юрист британского юридического партнерства Global Rights Compliance Екатерина Бусал, меня зовут Сергей Чернышев, это UATV, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин